здравствуйте вы на канале с Ольгой на шестисотках сегодня я хочу рассказать вам что мы сейчас делаем в первой декаде июня с помидорами смотрим видео ставим лайки нажимаем на колокольчик и подписываемся на мой канал с Ольгой на шестисотках и так мы проходим по помидорам и прежде всего удаляем пасынки то есть вот я веду ее в два ствола вот первый вот второй и вот у меня на каждом пошли пасынки вот я их так вот удаляю отщипываю чистыми руками каждый пасынок если у вас детерминатные помидоры вы оставляете второй и третий вот сейчас как раз это и делается вот так вот каждый каждый пасынок я удаляю и осторожней с самым верхним пасынком потому что помидоры может могут завершковаться вот смотрите вот вроде бы пасынка да его по идее бы удалить но смотрите дальше тут все пасынка не будет тоже верхушка то есть мы оставляем и у нас помидорка кустик продолжает рост так что аккуратнее смотрите особенно это низкорослые среднерослые помидоры вот здесь тоже смотрим где у меня пасынок вот он вот пасынок вот и его тоже отщипываю здесь у меня цветочная кисть немножко прижалась и и вытащу вот тоже видите вот это пока я не трогаю это оставляю вдруг завершкуется явно пасынок я его удаляю здесь у меня детерминатный сорт вот один пасынок я оставила а вот у меня цветочная кисть под цветочной кистью вот вы видите вот вот цветочная кисть под цветочной кистью пасынок я удаляю а вот этот вот между двумя цветочными кистями вот видите кисть лист лист здесь растет пасынок его оставляю это будет у меня второй пасынок еще хотела сказать вот очень часто спрашивают что за цветы на помидорины вот проходила видела сейчас потеряла ну вот хотя бы вот вижу вот такие вот красивые махровые это явление сращивания цветов то есть нарушение роста бутона на эмбриональной стадии на стадии еще зачатка цветка то есть это два бутончика вот так вот они были рядом они срослись когда еще были эмбрионами были зачатком цветков от чего это бывает это бывает от перепадов температур когда у нас очень холодно какие-то неблагоприятные еще условия допустим даже та же сумасшедшая жара может повлиять и болезни а в основном это вирусные болезни но как видите болезнь я уже исключаю что делаем с этими цветками хотите иметь уродливый помидор крупный уродливый но которого есть не будете семена с которой вы не возьмете можете оставить вообще эти цветы удаляют при том как можно раньше вот он вот красивый такой цветочек сила на него тратится помидорка будет расти которую вы есть не будете вы ее выбросите а рост помидор на этой кисти за счет вот этого цветка будет затормажен даже посмотрите вот видите как-то она даже дальше кисть идет как это неполноценная ну и пасынки вот удаляю все пасыночки вот еще где-то я видел куст прям там засилье вот этих вот махровых цветов обычно они на крупном плодных сортах бывают где так цветы крупные плоды крупные но там немножко не такой цветок видите туда же видно вот широкая такая плодоножка у него вот они видите вот у нормального цветка она точно насколько цвета ложа вот такой сплющенная вот она не кругленькая такой сбоку сжата и видно что тут вот пестики вот и вот они вот вот видите какой пестик видно их даже вот смотрите видно что тут два пестика вот он махровый уродливый цветок удаляем сейчас попробую еще найти ну вот тоже крупный цветок да но он явно не махровый то есть нет такой сплющенности пестик тут наверняка один оставляю просто крупный цветочек ах вот вот эта помидоринка сорт я не могу сказать сейчас вот посмотрите что творится вот целые подсолнухи растут вот сейчас его отщипну ведь сразу кисть дальше пошла такая неполноценная и вот второй вообще-то ужас какой-то вот удаляю это давайте посмотрим вот с срастание идет видеть какой он толстый плоский не круглый а плоский давайте посмотрим сколько здесь даже какая-то желтизна такая ненормальность какая-то начали на колоцветники и что тут тут вообще вот вот куча просто куча пестиков я не знаю тысячи вот такая вот напряженная немножко картина наверное вот даже можно подумать что здесь какой-то вирус но куст абсолютно здорово никаких признаков вирусного заболевания я не вижу дальше цветы пошли ну тоже не очень совсем такие на этой кисти удачные но все-таки нормально вот такие вот махровые цветы вот посмотрите ну что еще делаем полив сейчас пожалуй делать не надо поскольку у нас земля так пропиталась что неделя наверно натрия хватит то что подсыхает сверху ничего страшного пусть корни идут вглубь вот та вот ситуация когда горни поливайте помидоры пусть они растут корешочки вглубь пусть они растут но всегда корни сверху тоже есть растение так устроена что она питание ищет все-таки наверху где почва нас плодородная а вниз идет основной корень не вся корневая система а только центральный корень стержневой системы у которой у побеждур пасынки заодно вот так вот я удаляю вот их сколько еще хочу сказать что никогда не выбрасывайте вот на в теплице вот эти вот все остатки это источник и насекомые привлекаются разные танцовки колорадские жуки и болезни то есть вот это все начинает гнить спор у нас всегда полно даже если у нас помидоры здоровые травня есть потому что болеют те которые ослаблены так что все растительные остатки за территорию теплицы но и подкармливаем сейчас калий на фосфорное удобрение подкормки бором если был недостаток магния он может проявляться на помидорах вот у меня все же выправилась потому что тепло начало начало усваиваться все из земли то есть делаем какие-то дополнительные элементы или железо вводим или магний смотрим уже по состоянию помидор подкормки корневые это какая фосфорно-калийная и по листу макбор источник магния и бора все это для цветения для оплодоношения вот завязываются у меня первые первые помидорки вот они очень приятно их видеть что-то у меня салата остались так что вот такие работы работ много погода нас не балует из огня в полыми на скидает в то дожди то засуха то холоду жара и наши помидоры конечно и другие растения от этого страдают ну что ж до встречи на канале с ольгой на 6 сотках